Здравствуйте! Хочу рассказать вам о своей истории, как меня отравили, как много мой сын страдал, как моего ребенка сделали инвалида и выжгли ему мозг. Итак, моя история началась где-то в 2008-2009 году, когда я сходила к ясновидящему, потому что я хотела семью и я хотела иметь детей. Тогда, на тот момент, у моей лучшей подруги убили ее подругу, с которой я никогда не встречалась, но это была где-то ее новая знакомая, которую она встретила во время отдыха в Греции. Потом ее убили, поскольку она была на программе в телевизоре, ее убийство было резонансным, и ее убийство расследовали экстрасенсы. Так вот, я пошла, хотела пойти к женщине, ясновидящей шаманке, которая рассказывала про эту девушку, подругу моей лучшей подруги, то, что совпадало с моим представлением о этой девушке по рассказам. Сама я с ней не встречалась. Но она отказалась категорически со мной встречаться и без объяснения причин. Но мне перезвонил секретарь и сказала, что я могу встретиться с победителем этой битвы экстрасенсов. Я с ним встретилась. Гема была совсем неинтересна, он хотел бы быстрее закончить этот сеанс. Я стала его спрашивать, когда я буду замуж, будут ли у меня дети. И он мне сказал, что моим мужем будет потомственный офицер, и что мне надо ехать в Санкт-Петербург. Мне не представлялось возможным тогда мой переезд в Санкт-Петербург. Но я на тот момент успокоилась, потому что у меня была тревога того, что я никогда не выйду замуж, и что у меня, возможно, никогда не будет детей. Я очень хотела детей, и это было всё, что я хотела. На самом деле, я жила с мужчиной на тот момент, но он не хотел детей. Я где-то прожила с ним два с половиной года, и из-за того, что я не чувствовала, что это мой человек, я от него ушла, и также из-за того, что он сказал, что он не хочет иметь детей. И потом я встретила отца своего ребёнка. Он представился мне, сказал, что его зовут Эйден, что он из США, и что он инвестиционный банкир, и что он хотел открыть бизнес где-то в Минске. Потом прошло какое-то время, и он заболел. И я на тот момент думала, что как бы в Америке, в Нью-Йорке, где он говорил, что он жил, лучшие врачи в мире, я думала, что ему поставят диагноз, и что его семья поможет ему. Но, к сожалению, этого не случилось. Оказалось, что у него такая, на мой взгляд, токсичная семья. И ещё в дело вмешалась и его бывшая жена, как он мне говорил из Канады. Вот, и у него были очень странные симптомы, поскольку мой отец тоже врач, он сказал, что это, скорее всего, рак. И там, в Нью-Йорке, ему изначально также поставили, что у него рак. Большая быклеточная нехожкинская лимфома. Вот, у него были, он очень сильно потел по ночам, случались провалы в памяти. Началось с того, что он начал терять равновесие ни с того, ни с сего на улице и падать. Вот, и ужасные были головные боли, боли в ногах. Вот, от меня он это всё так вот скрывал до поры до времени. И потом, как оказалось, что, когда ему первоначально поставили диагноз рак в Нью-Йорке, он его не лечил, насколько я поняла, потому что бывшая жена убедила его, ну, или кто-то там ещё, но я так поняла, что это она, что у него такая вот болезнь лайма, которая передаётся через пот, слюну, половой контакт, грудное молоко, рождение и так далее. В общем, как только не передаётся. И через слезу, и всё такое прочее. Мои возражения он не хотел слушать. Он говорил, как робот, какими-то заученными фразами. Я так понимаю, что он попал в секту, только эта секта была не религиозная, а такая вот фармацевтическая по поводу какой-то болезни. И из-за этого у нас очень испортились отношения. И потом также заболел мой сын. В какой-то момент я стала подозревать, что его бывшая жена как-то причастна к этому, потому что как-то все деньги шли туда. А на меня и на моего сына не оставалось ничего. И также меня беспокоило, что он не лечился, и как бы всё делается так, чтобы он умер. И я не могла поверить, что реально кто-то может верить во всю эту историю с болезнью Лайма. Я думала, что всё это делается специально, чтобы он умер, и она получила его наследство. Потому что я тогда верила, что он реально является инвестиционным банкером. И мой сын очень сильно болел. В пять лет моему сыну сказали, что он, скорее всего, умрёт, не доживёт до школы. У моего сына были как приступы кишечной эпилепсии. Это, как бы это сказать, в «Доктор Хаус» сериал есть, там описывается эта кишечная эпилепсия, как когда содержимое твоего желудка пытается вытянуть из тебя через мошонку, и что боли намного больнее, чем при родах. Вот это как бы эпилепсия, только человек в сознании, ему очень больно. Всё это выглядит так, как будто человека просто ударяет током. Как будто кто-то невидимый, как полицейский, вот знаете, подходит с электрошокером и вот пропускает ток через его организм. Потом, значит, мой сын писался и потом волочил ножку после этого припаска, который длился по 15 минут практически каждый день. И эти таблетки, что нам давали, они не очень помогали нам, честно говоря. Так что пришлось искать всё само, пришлось искать причину всё самой. Но через много лет, это было в прошлом феврале, в феврале 2022 года, после почти 10 лет я всё-таки встречалась с этой ясновидящей шаманкой. Она сказала, что отец моего ребёнка работал в ВВС США, и что он работал в разведке, и что его убили как того политика, которого она не назвала, просто у того политика дало рак, у того политика яд дал по бочку на поджелудочную железу, а моему мужчине он дал рак крови. Вот. На тот момент это был единственный человек, который сказал всё как есть, который меня поддержал, который не побоялся ничего. И надо сказать, что я уже много лет назад писала заявление в ФСБ, чтобы расследовали это дело. Но они как-то ничего не расследовали, хотя я и мой сын всё-таки было покушение на убийство маленького ребёнка. вот, и хотя я как бы потерпевшая сторона, мне даже не было ничего не сказано, ни о какой, ни о проверке, ни о чего. Я сказала, так-то и так, я думаю, что нас отравили, и что, возможно, это бывшая жена, и что, скорее всего, у неё делегированный синдром Минхаузена. Вот. Ну, насколько я понимаю, как я поняла через много лет, просто не хотелось ФСБ или кому-то там начальнику ФСБ какому-то заморачиваться из-за маленького ребёнка гражданина России, портить отношения с целой страной, такой МИ-6. Я думаю, что это сделали МИ-6. Вот. Я сначала думала, а почему они не расследуют? Думала, что если не расследуют, то ФСБ и отравили. Вот. Ну, оказалось, что нет. Вот. И в итоге всего у меня создалось впечатление, что вот ФСБ, МИ-6, ЦРУ, ФБР, они объединены между собой и как бы только показывают людям, что они как-то враждуют на самом деле. Это одна и так же сотрудничающаяся организация, они работают против людей, граждан каждой конкретной страны. Вот. И даже против своей собственной армии. Вот. По итогам всего, ну, как бы, мой сын инвалид, отец моего ребёнка мёртв, гражданин США. Ну, и моего ребёнка, соответственно, даже ещё и ограбили. То есть, мы не получили никакой ни компенсации из-за того, что нас отравили, ни наследства его отца мы не получили. По итогам всего, это бывшая жена, которая поспособствовала кончине отца моего ребёнка. Я уверена, что он бы выжил. Вот. Так же я, конечно же, писала запрос в ФБР, в ЦРУ, чтобы всё это расследовано. Мне никто не удосужился ответить, потому что, наверное, я какая-то грязь, и меня можно вытирать ноги от моего ребёнка, и как бы жизнь моего ребёнка не имеет значения, и так же офицера, их тоже не имеет значения. Вот. Главное, наверное, не обидеть Ми-6. Вот. Потом, через, ну, через какое-то время я зарегистрировалась на Тиндере, хотела с кем-то познакомиться, чтобы поехать отдыхать, потому что я очень долго времени отдыхала. Вот. Я думала поехать в Турцию, или в Хорватию, или ещё куда-то. Вот. И они подослали, значит, через этот Тиндер ко мне двух агентов, насколько я понимаю, Ми-6. Вот. Одного и двух ЦРУшников. Вот. Как оказалось, эти гады, они просто хотели заполучить мою кровь и яйцеклетку, потому что то, что чем меня отравили, это, скорее всего, были. тяжёлые металлы, органофосфаты, они вызывают рак, они должны вызвать рак, и у меня, как оказалось, на него была был иммунитет. Вот. И они как бы хотели, чтобы я отдала им свою кровь, и отдала свою яйцеклетку. Вот. Таким образом, моего сына сделали инвалидом, его отца убили. Какая-то женщина путём путём мошенничества, воспользовавшись воспользовавшись тем, что отец моего ребёнка испытывал боли и не мог спокойно соображать, нормально соображать, из-за того, что нас отравили вот этим боевым отравляющим веществом ядом, нервно-паралитическим, она повлияла на него так, что она воспользовалась этим и свела его в могилу, и теперь она живёт в его доме и забрала все его всё, что он имел, нам ничего не досталось, вот, нам не досталось даже его фамилии, ничего, и значит, он человек, которого я люблю, лежит под землёй, его едят насекомые, он гниёт, вот, и мой сын инвалид и периодически испытывает страшные боли, насколько я поняла, ройсь, копаясь во всём этом, как работает тяжёлый металл, как работают органы фосфаты, официально у ребёнка стоит диагноз раз, это аутизм, детский аутизм, атипичный аутизм, вот, но как потом выяснилось, это мои умозаключения, нас отравили ещё таким веществом, которое называется тетрадоксин, это такая вещь, которым они хвастались, ми-6, специально хвастались этим ядом, когда они снимали свой фильм осьминожка, то есть этот яд получают из каких-то желез или крови осьминога, вот, и после этого, после того, как он попадает в организм человека, человек становится как бы притягателем молний, то есть когда идёт ветреная погода, когда в воздухе идёт вот этот электрический электромагнитный разряд, человек как бы притягивает его подкожно своим вот этим вот ядом, этим радиоактивным каким-то веществом, вот, и то есть его каротит и через него как бы проходит вот этот электрический разряд по типу эпилепсии, и вот это вот что случается с моим сыном, вот эти вот ужасные муки, за всё это время никто мне так и не как бы не посочувствовал, единственный человек, который меня поддержал за все эти годы, это была вот эта ясновидящая шаманка Кажета, она также сделала мне ритуал на исцеление совершенно бесплатно, вот, и мой сын, ему стало лучше, я как бы нашла лечение более-менее, но мой сын по-прежнему не говорят, и ему конечно же выжали мозг, и я хочу, чтобы ему сделали операцию, чтобы ему выкачали воду из мозга лишнюю, потому что у него гидроцефалия и киста, как сказал мне мой отец невролог после МРТ, который мы никак не могли сделать, потому что, как я подозреваю, ФСБ чинили нам перепоны во всем этом, вот, ну, что я хочу сказать, я надеюсь, что у вас ФСБшники, точнее у ваших начальников, кто там вам приказал, надеюсь, у их внуков, у их детей будет то же самое, надеюсь, их отравят каким-то образом, надеюсь, ваши дети и внуки пройдут через все, что прошел мой ребенок, и только маленькая женщина из Казахстана, не побоялась ни МИ-6, ни ФСБ, ни других убийц, преступников, отравителей из Лондона или откуда они там, да мне плевать, вот, ну, я так много чего узнала о науке, о медицине, о ядах, о истории, о тайных обществах, за все это время, и о сокращении населения, о раке, и всем таком прочем, так что я хочу сказать всем людям, что низкий поклон земле, святой земле Казахстаном, низкий поклон всем шаманам, всем работникам честным, кто не из-за корысти живет и не боится говорить правду, вот, вот, надежды, конечно, мало, что что-то изменится в нашем мире, но хотя бы есть люди, которые совершенно не подкупные, и есть люди, которые могут противиться программированию, потому что, вот, например, для всех вот этих православных, которых я встречала, и даже которые в моей семье, для них мой сын одержим дьяволом, бесом, и все такое прочее, и что я должна его сдать, отдать кому-то, и забыть о нем, устраивать свою жизнь, там, не знаю, что там надо у нас пройти в этой жизни, как бы карьеру сделать, там, выйти замуж, все такое, а то, что умер человек, которого я очень любила, у него были очень красивые голубые глаза, и больше нет на свете ни у кого таких голубых глаз, и мне без него очень плохо, вот, всем плевать, а как я могу знать своего временка куда-то, у меня больше даже никого нет в этой жизни, я не знаю, так вот посмотришь, типа, люди ходят в церковь, люди там и социальные работники, и педагоги, вот, но пощады совершенно никакой нет, никакой, ни жалости, ни дружбы, ничего не осталось, ТВ. ТВ. ТОМЕЦ 본